Живёте в деревне, и у вас вообще три кофты в шкафу, всегда есть человек, который не знает того, что знаете вы. И она сказала ему такое. Помните, что выход есть всегда. Привет, меня зовут Вероника, и сегодня на моём канале мы поговорим о том, как начать вести блог. Какие шаги для этого нужно предпринять, что нужно сделать. Кто не знает, я очень долго работаю с блогерами, в том числе с миллионниками, как контент-менеджер, и я много чего об этом знаю, но я не решалась почему-то до этого вести активно свой блог. То есть, естественно, я это хотела, но каждый раз у меня находились отговорки. То у меня нет времени, то я ещё недостаточно похудела, то у меня нет достаточного количества одежды, чтобы вести блог на какую-то фэшн-тематику, а мне нравится именно это. И именно в этот момент сейчас я нашла в себе сила, я решила, что пора закрыть глаза на все эти мои отговорки и просто начать. Поэтому это видео будет для меня каким-то знакомым, потому что выходит, что и я, так же как и вы, сейчас начинаю вести свой блог. Я вообще пошагово расписала, что необходимо сделать для того, чтобы вести свой блог, и эта инструкция также была и для меня. Я просто решила на своём канале поделиться ей с вами, потому что мне кажется, что это может быть кому-то полезным, интересным. Может быть, вы просто найдёте здесь для себя вдохновение. В любом случае, поехали! Первое, что необходимо сделать, это понять, зачем вам это нужно. И, конечно, я считаю, что в первую очередь это нужно людям для того, чтобы как-то самореализоваться. По крайней мере, так должно быть или не должно быть так, что вы ради каких-то пиар-рассылок, ради денег, ради рекламы начинаете это своё дело. Потому что иначе выходит что-то вроде того, что, я думаю, что вы сами видели такие макеты, где девушка говорит, она рассталась с парнем, и она сказала ему такое, что она сказала, чтобы узнать, зайти к ней в профиль, а профиль, естественно, закрыл, или она расскажет в своём блоге о том, как выпросить у парня айфон. Ну, это я так глупо говоря, но на самом деле реально такие блоги есть, и мне кажется, что это вообще полная какая-то жесть. Блогерство — это такая сфера, большой плюс в ней то, что вы можете поделиться своими знаниями, реальными знаниями, быть кому-то полезным, или, может быть, быть вдохновляющим, потому что есть очень много блогов, которые никак не позиционируют себя в том плане, что они не пишут в шапке профиля. Или домохозяйка, умею готовить классную домашнюю кухню, или фотограф, научу вас позировать, или ещё что-то в этом духе, то есть это полезные блоги, это классно, и я считаю, что это очень здорово вести такие блоги, которые могут кому-то помочь. Но есть также просто inspiration-блоги, я их называю так, для вдохновения. Это люди, которые себя никак не обозначают, они просто делают красивые фотографии, выкладывают их, и они собирают очень много лайков, просмотров, собирают большие охваты, их репостят себе паблики, и мне кажется, что это тоже очень здорово, потому что это вдохновляет людей. Я сама часто себе сохраняю какие-то фотографии, чтобы воплотить их в жизнь, или я просто могу увидеть какую-то фотографию, и она преобразит мой день, ещё что-нибудь. В общем, мне кажется, что это в любом случае здорово, и действительно, самое главное понять, чего вы хотите от блогерства, почему вы хотите этим заниматься, может быть, вы хотите действительно вот этой самореализации в плане фотографий, показать своё видение мира, как вы красиво видите его, допустим, это или блог о путешествиях, или просто какие-то эстетичные снимки. Мне кажется, даже просто в рамках одной квартиры можно делать много классных эстетичных снимков. Я считаю, что абсолютно у каждого человека есть какая-то такая сфера увлечения, в которой есть определённая база знаний, и всегда, абсолютно всегда есть человек, который не знает того, что знаете вы. Вот такой вот парадокс. Мне кажется, что это очень здорово, что вы можете кого-то научить, поэтому определяемся с тем, зачем вы хотите вести блог, что вы хотите этим транслировать, и пока можно сказать, просто в голове понять, зачем вам это нужно. И давайте, чтобы вам было удобно, я сразу же буду пояснять на своём примере, так как я уже сказала, что я тоже начинаю вести свой блог, и я для себя тоже проводила такой анализ. Допустим, на моём примере это было так. Я обожаю моду и всё, что связано со сферой моды, стиля, но есть ещё одна штучка. Я обожаю бельё, и вот мне хотелось как-то всё это совместить и создать такой фэшн-блог с маленьким акцентом на нижнее бельё, и транслировать тем самым свой вкус, потому что я не так часто нахожу людей, которые любят такой же стиль, как и я, и мне хочется, чтобы люди видели то, как я вижу образы, как я вижу одежду, и всё в этом духе. И мне кажется, что это поможет мне развивать как-то свой стиль. Второй пункт, который мне, естественно, хочется какого-то признания, может быть, то есть это опять же такая самореализация, хочется быть услышанной, хочется, чтобы моё мнение было важным, чтобы кому-то было интересно за мной смотреть, и всё в этом духе. Мне кажется, что у многих именно этот пункт является определяющим. Второй пункт, который вам необходимо сделать, это создать так называемый мудворк, то есть доску вдохновения, куда вы будете сохранять фотографии, профили, которые вам нравятся. Лучше, чтобы это были, конечно, отдельные снимки. Вы просто сохраняете их, формируете какую-то общую папку. Очень здорово будет, если у вас получится эти фотографии сохранить именно в одну папку, или там сохранённые в Инстаграме, или общий альбом на вашем телефоне. И это такое вдохновение. И также вы сразу же поймёте, что вам нравится, потому что наверняка в этих снимках будет что-то, что их объединяет. Может быть, это определённый цвет, может быть, это определённый свет, будет какая-то стилистика фотографий, может быть, вам нравятся такие гранж-снимки, или наоборот, это будут какие-то супер-женственные снимки. В общем, вы по-любому найдёте то, что эти снимки объединяет, и нужно вот по пунктам выписать эти вещи. И нужно подумать, это вообще как-то соотносится с вашей личностью, то есть вы считаете себя таким человеком, почему вот именно это вы отметили в этих профилях, и почему именно это вас зацепило. И это будет вашей отправной точкой, потому что вы поймёте, каким вы хотите видеть свой блог. Скорее всего, вы сразу же найдёте и какие-то идеи для фотографий, и какие-то идеи для видео, и идеи для оформления. Кстати, очень многие также в одной стилистике оформляют свои истории, и ещё что-то в этом духе, и на это также стоит обратить внимание. В общем, это такой большой кладезь того, чтобы развиваться вам дальше, как вот вы видите свой блог в идеале, каким он должен быть. И вот эта вот папка, она всегда вам поможет. И в плане идеи для фотографии, и в плане вдохновения какого-то, и в плане понимания того, что вам в принципе нравится, потому что, скорее всего, это будет и ключ. Я сейчас вставлю скриншот, какие фотографии я сохранила для себя, может быть, тоже кому-то будет интересно. И таким образом я поняла, что мне нравится минимализм, мне нравится такой оттенок гранжа в стиле, и мне нравится, когда всё это выглядит интересно, минималистично опять же, и когда в этом читается именно характер человека, я поняла, что именно то направление, в котором мне стоит двигаться, это вот это вот. И следующее, что необходимо сделать, это понять, чем вы можете отличаться от всех этих людей. Конечно, вот вы собрали сборную солянку, и, скорее всего, всё равно у вас получится что-то своё. Но всегда нужно вот думать, какая вот фишечка есть у вас, и что вы можете внедрить в свой блог. На моём примере, я, допустим, как я уже сказала, я обожаю нижнее бельё, и я сама его шью. И я подумала, что я могу вести не просто фэшн-блог с акцентом на одежду, но я могу показывать и бельё, которое к этому комплекту одежды подходит, то есть делать акцент на нижнем белье, такой ненавязчивый, и на том, как оно сочетается с той одеждой, которая поверх этого белья, потому что мне кажется, что бельё это действительно очень важно, это даёт ощущение уверенности в себе. И вот я, допустим, я всегда подбираю нижнее бельё под образ. И я знаю, что вот если я выберу вот этот, допустим, сфитер, то на мне, скорее всего, будет нейтральное такое бежевое бельё. Я знаю, что если я выберу какую-нибудь там красивую бузу, возможно, я надену какой-то кружевной чёрный комплект, и всё в этом духе, то есть я всегда за этим слежу, и мне кажется, что это важно, и я хочу это транслировать. Это и есть моя фишечка. И мне кажется, каждый может найти свою фишку. Просто подумайте, чем вот вы можете отличаться от других людей, от этой большой вот массы блогеров, которые ведут блог в вашей тематике. Следующий пункт, я уже, честно говоря, сбилась со счёту, какой он, это объективно проанализировать свои возможности. Конечно, хорошо, что вы насохраняли кучу фотографий, где все девушки в разной одежде, или они находятся в каких-то очень красивых местах, но вы, допустим, живёте в деревне, и у вас вообще три кофты в шкафу, что вам делать? Я со своей точки зрения могу сказать, что всегда есть выход, абсолютно всегда. И я, допустим, нашла такой выход. То есть у меня вообще вот эта стилистика с бельём, я почему решила сделать на этом акцент, потому что у меня есть неограниченный доступ к белью, у меня есть целые два пакета ткани, и я могу это бельё сшить себе разное хоть каждый день. То есть это уже моя фишечка, что я могу каждый день выкладывать какие-то новые посты. Но в плане одежды у меня вообще очень мало одежды, потому что я не вижу смысла обладания таким большим количеством одежды. Я очень часто отдаю её благотворительность, если я вижу, что я эту одежду не ношу. У меня какое-то очень ограниченное количество вещей, и как вот мне с этим справиться, если я хочу вести фэшн-блог? Я поняла, что я могу посмотреть, допустим, видео об идеях с одной белой рубашкой, как можно её стилизовать и воплотить это в своём блоге. То есть развивать такую насмотренность и смотреть, как конкретную вещь можно стилизовать по-разному, потому что у меня не так много вещей, как я уже сказала. Следующее, что я могу сделать, это просто пойти в какой-нибудь там Зару или ещё в какой-то магазин масс-маркета, взять там вещи, сфотографироваться и вернуть назад. Я считаю, что это абсолютно нормально, вообще нет в этом ничего такого. И если вам эта вещь не нужна, зачем она будет в вашем шкафу политься? А для развития блога, допустим, мне это действительно нужно. И вот какие-то вот такие вот пункты я проанализировала, и я поняла, какие у меня преимущества, какие у меня возможности, каких возможностей у меня нет, и как я могу это исправить. В общем, будьте объективны в этом плане и помните, что выход есть всегда. Следующий пункт, это уже непосредственно создание контента. Я считаю, что действительно важно, чтобы он был качественным, интересным, и в этом плане также стоит всё-таки, наверное, следить за трендами и смотреть, что сейчас популярно в Инстаграме, что ли, постит какие-то паблики, что выходит в рекомендации. Кстати говоря, рекомендации, конечно, всё равно основаны на ваших предпочтениях, поэтому вы почаще в них заходите и смотрите, что рекомендует вам, потому что, скорее всего, людям, которые могли бы заинтересоваться в вашем блоге, порекомендуют то же самое. И старайтесь делать разнообразный контент. То есть, если вы вышли в одном образе сфотографироваться, сделайте, допустим, портрет, сделайте фото в полный рост и какой-то детали. То есть, старайтесь выживать прям максимум. И когда вы будете кадры какие-то между собой комбинировать, это вам очень поможет. То есть, старайтесь не забывать о том, что разнообразие в этом плане очень важно, потому что всё равно у вас не получится абсолютно всё время уделять своему блогу и делать каждый день новые какие-то фотографии, поэтому лучше сделать там один образ и три разных фотки, какие-то детали, полный рост и портрет. Здорово будет, если у вас вообще получится пойти с подружкой или снять какую-то студию, или просто походить по улицам, посниматься в разных образах. Можно даже договориться так, что вы снимаете её, она снимает вас. Это всегда очень здорово, это изближает, и это какая-то помощь друг другу, мне кажется, очень классно. И вообще в больших городах, кстати говоря, можно найти людей, которые просто снимают тебя на телефон, на Авито, есть такие мобильные фотографы, которые могут сделать тебе фотографии для блога. Самое главное — это разнообразие, чтобы всё происходило быстро, потому что ещё один немаловажный пункт — это регулярность. Обязательно нужно регулярно вести свой блог, если вы постоянно будете пропадать. Возможно, это позволительно каким-то большим блогерам, если вот они исчезли, но вернулись всё равно, есть люди, которые их ждали. Но на начальном этапе, когда у вас ещё не так много подписчиков, не так много людей за вами следят, очень важно именно регулярно вести свой блог, чтобы те люди, которые уже за вами следят, они вас постоянно видели и они к вам привыкли. То есть полюбили вас, посчитали то, что вы как-то вот близки с ними, вы являетесь их другом, знакомым, приятелем. В общем, поддерживайте в любом случае отношения со своей аудиторией — это очень важно. На этом у меня всё. Это всё, что я хотела сегодня рассказать о начальном этапе развития блога. Подписывайтесь на мой инстаграм, я оставлю ссылочку на него внизу. Я, как я уже сказала, вместе с вами сейчас начинаю развивать блог. То есть вот-вот я сделала только свои первые фотографии, я осознала, что мне это нужно, поэтому думаю, что будет интересно вот так вот наблюдать друг за другом. Пишите свои комментарии, почему вы хотели бы вести свой блог и оставляйте ссылки на свои инстаграмы. Мне будет очень интересно посмотреть. Спасибо за внимание. Мы совсем скоро увидимся в новом видео и я буду рассказывать о способах продвижения, обо всех-всех-всех способах продвижения, которые я знаю. Так что оставайтесь со мной, мы с вами совсем скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok